Время пандемии тема защиты прав потребителей стала еще актуальнее. Из-за ограничительных мер россияне меньше выходили в магазины и старались запастись продуктами. Резко подскочили продажи консервов, круп, бытовой химии, бакалеи и туалетной бумаги. И, конечно, увеличился спрос на хлеб. По статистике в стране только за один месяц пандемии покупки хлеба выросли на 36%. Хлеб он уже всегда ценится, и спрос на него идет, и есть, ну как без хлеба. Хлеб как он ушел у нас, как его брали, так и будут брать. Большинство хлеба у нас берут безрожжевой. Покупать хлебобулочные изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. Проветриваемые складские помещения, торговые залы, специально оборудованные полки или витрины, где продукция находится отдельно. Таких в республике более трех тысяч магазинов. Сейчас особое внимание уделяется санитарной обработке помещений. С этой пандемией мы начали обрабатывать поверхности регулярно в течение дня. Плюс измерение температуры сотрудников персонала, то есть до работы, до начала работы, в течение дня, ну и в конце дня. Обрабатываем поверхности, стараемся обрабатывать корзины покупателей в течение дня, то есть по мере необходимости. Ну и есть средства для обработки уже рук покупателей. При входе в магазин лежит коврик для очистки обуви. Он пропитан дезинфицирующим средством, чтобы покупатель не заносил микробы в помещение. Плюс в каждом магазине должна висеть памятка о профилактике заражения COVID-19. Потребители видят, как в том или ином магазине выполняются санитарные требования, поэтому ходят только туда, в чьей чистоте уверены. Всегда продавцы кричат, как маска, потому что я не так боюсь подцепить что-нибудь. Но при этом и сами покупатели должны выполнять все санитарные требования, обрабатывать с руки и заходить в общественные места только в масках. На сегодня республика у нас находится в режиме повышенной готовности, и поэтому ношение масок у нас обязательно. В случае, если гражданин находится без маски в таком месте, к нему могут быть применены меры административного воздействия. Я бы хотела призвать покупателей быть более активными, иметь гражданскую позицию активную, самим носить маски. И при обнаружении нарушений со стороны работников магазинов обращаться все-таки в управление с жалобой. Пандемия – стресс для всех, как ни крути. Изменился обычный ритм жизни. Люди сидели дома, не выходили на улицу. Каждому хотелось подсластить себе жизнь или как-то побаловать своих близких. Поэтому особой популярностью в магазине пользуются кондитерские изделия. Во время пандемии людям тоже нужны положительные эмоции. Очень хорошо пользуются спросом рулетики, пирожные очень хорошо ходят. Можно говорить на ура. Ирина Михайлова в сфере уже 15 лет работу свою любит, как и продукты, которые продает. В свое время было трудно попасть. Но через знакомые предложили, пришла работать с тех пор. Я сама очень люблю свою продукцию. Очень нравится. Более 200 покупателей ежедневно приходят за выпечкой только в этот магазин. Но даже в таком потоке клиентов продавцы узнают постоянных покупателей. И наоборот. Я, говорю, недолго работаю, но у меня уже есть свои постоянные покупатели. Приходят, говорят, здравствуйте, Оля. Там, какая вы хорошая. Там вообще вот такие вот добрые слова. Вообще здесь запах хлеба, запах дома родного, бабушка, как будто выпекла хлеб. Очень вкусно и хорошо. Нравится мне. Алисина Андреева – частый гость магазина. Она вместе со своей дочкой приходит сюда за тортами. Мы здесь живем недалеко, поэтому часто приходим. Я люблю торт. И мой самый любимый торт – это красный бар. Если в городских магазинах количество покупателей либо сократилось, либо осталось неизменным, то иначе обстоят дела в сельских магазинах. Здесь, наоборот, поток потребителей увеличился. Жители села сидят в изоляции, не выезжают в город и отовариваются только в местных магазинах. Я чувствую себя защищенным, когда в маску хожу. Мне дышать легко, я чувствую себя нормально. Но это не плотность же. Все равно сразу не попадают в эти инфекции. Как определить качественный продукт от подделки? Хлеб должен быть без вмятин и трещин, мякиш без комков или пустот, его структура равномерно пористой. При надавливании на булку она должна быстро приобрести первоначальный вид. Когда я покупаю хлеб, в первую очередь обращаю внимание на свежесть. На качество, конечно. Смотрю состав. Чтобы все натурально было, никакой химии. У меня внучок, ребенок, я хочу, чтобы он ел хороший хлеб. Матуральный. Важно знать, покупая продукцию, внимательно читайте этикетку. На упаковке должны быть указаны наименование изделия, производитель, вес или объем, среди не о пищевых добавках, даты изготовления и срок реализации. Приходишь в магазин, смотришь уже, срок изготовления сегодня. Ты чувствуешь уже мягкость, если ты его берешь. Ну и, конечно, хлеб должен быть в индивидуальной упаковке. Сейчас это особенно актуально, чтобы избежать ненужных контактов. Бывает, что хлеб поступает нам, естественно, еще горячим. Мы ждем, когда он отстынет, отдадим его отстудиться. Потом с обработанными руками, в перчатках, каждый хлеб фастуем сами по пакетам, наклеиваем, естественно, те же этикетки. Все в пределах стандартов. Потребителям стоит помнить, закон всегда на их стороне. При покупке товара ненадлежащего качества вы вправе обратиться с претензией в адрес магазина и потребовать заменить товар на аналогичный с перерасчетом покупной цены, либо вернуть денежные средства. Если не сохранился кассовый чек, то будет достаточно свидетельских показаний. Если же спор не получилось урегулировать в досудебном порядке, потребитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своих прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА